В продолжение эфира телеканала Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Хоккейный клуб Гомель одержал очередную победу, которая позволила подняться на вторую строчку чемпионата. На домашнем льду обыграны динамовцы из Молодечно. Поединок для Рысей получился крайне тяжелым. Игра на протяжении всей встречи была равной. И чаша весов могла склониться как в одну, так и в другую сторону. Первыми вперед вышли хозяева. На 14-й минуте шайбу забросил Еронов. Динамовцы отыгрались в середине второго периода. Результативный бросок на счету Воронова. Гомельчане вновь вышли вперед лишь на 55-й минуте. Отличился Житких, после чего гости устроили навал, но больше поразить ворота Мерзлова не сумели. Мужская команда гандбольного клуба Гомель в упорной борьбе уступила Гродненскому Кронону 28-30. Соперники стоили друг друга и шли вровень буквально со стартового свистка. Однако действия отдельных игроков решили судьбу поединка. У Кронона стоит отметить Янковского, который был активен весь матч и отметился 11-ю результативными бросками. У Гомельчан лучшим по набранным баллам стал Климовец. На его счету 7 точных бросков. Крайне напряженный и в то же время результативный оказался центральный матч пятого тура чемпионата страны по мини-футболу между Витеном и Верзе. Уже с первых минут стало понятно, что игра будет упорной и непредсказуемой. Чуть лучше начали подопечные Анатолия Яновского. Аршанцы тоже не отсиживались и отвечали контратаками. Они же и первыми вышли вперед благодаря удару Дмитрия Клочко. Ключевой момент матча произошел, когда основной вратарь хозяев вынужден был покинуть паркет из-за травмы. Сменивший его кипер тут же оказался вынужден доставать мяч из сетки ворот. Отличный удар получился у Матвиенко, а через три минуты младший из братьев Клочко Евгений вывел вагоностроителей вперед. Далее в игру вступил Белый, который сумел оформить дубль и уже лидировали хозяева. Уйти от поражения Верзе помог второй забитый Евгением Клочко мяч 3-3. Результативная ничья между лидерами первенства. Гумельская энергия потерпела первую неудачу в чемпионате страны по волейболу. В минувшем туре команда гостила в Минске, где ее экзаменовал строитель. В начале первого матча дебютант смотрелся очень достойно. После двух партий, в которых была совершенно равная игра, была ничья 1-1. Видимо, сказался класс соперника, и далее строитель вначале вышел вперед, а после довел дело до победы. Во второй игровой день хозяева вновь оказались сильнее, на этот раз во всех трех партиях. Энергия остается на третьей строчке турнирной таблицы. Шахтер и строитель пока идут без потерь. И в завершение выпуска о баскетболе женская команда «Гомельсош» успешно начала новый сезон. На выезде обыграна Гродинская Виктория 54-51. Лучшими в составе стали Гапонова и Хацевич, у которых на двоих 39 очков. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Михаил Садовский.